Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной влог новостей The Isle of Rima. Перед началом данного выпуска, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку в развитии. Спасибо, друзья! Также хотелось бы вас всех призвать обязательно подписываться на наш канал, потому что по статистике 40% наших новостей и роликов по The Isle of Rima смотрят без подписки. Поэтому, если ты прямо сейчас подпишешься на канал и поставишь колокольчик, это еще больше меня смотивирует снимать для вас новые выпуски новостей. Итак, начнем. Собственно, что мы увидим в данном ролике? Мы разберем два концепт-арта будущих динозавров в игре, которых нам успели показать разработчики The Isle of Rima. Первое – это Rougops. Второе – это Акроконтозавр. И я, наконец-то, расскажу вам, где потерялось шестое обновление Кровь. Наверное, придется начать с самого главного. Шестое обновление. Наверное, самый главный вопрос всех любителей Эврима. На стримах и под видео я их слышу сотни раз. Скай, где обновление? Скажи точную дату. Долго ли еще ждать? Итак, мы уже все знаем, что та самая новая карта Gateway, о которой нам рассказывали, спойлерили, долгое время разработчики, ее не будет в начале запуска обновления. Мы все расстроились, я тоже. Я был, честно сказать, шокирован и разочарован. Давайте сразу вас определю. Ни для кого уже не секрет, что в данный момент идут закрытые стресс-тесты, на которых я участвую. Сразу обозначу для вас, что на многое наложено эмбарго. Так что спойлеров не ждите. Разработчики пока запрещают это делать. Но я расскажу вкратце и главную суть, как они проходят. Здесь все так взаимосвязано, честно говоря. Наверное, уже все задались первым вопросом. Почему не будет Gateway? Я думаю, все просто. Новые диеты и система миграции на Исла Спира. Кровь. Расчлененка. Чтобы было проще понять все эти новые системы на старой карте. Увидеть кости, рассмотреть новых людей, их новые игровые фишки, измененный баланс динозавров. А также, наконец-то, почувствовать оптимизацию. Все для того, чтобы нам всем самим, уже лучше разбирающимся на карте Исла Спира, научиться всему давно обещанному. А потом, спустя месяц, запустить обновление 6.5 с новой, готовой, на все 100% игровой, огромной картой Gateway. Собственно, здесь же будут представлены новые динозавры, троадон и бейпиозавр, где им будет лучше по душе и выживанию, имея свои нужные биомы и диеты. Так что не расстраиваемся. Скажу, что стресс-тесты проходят хорошо в данный момент. Да, были и загвозки, они чуточку затянулись. Расскажу из-за чего. Все, наверное, помнят в начале месяца набор новых тестеров. И все очень понимают, что стресс-тесты это ответственная работа, поиски ошибок, багов, обратная связь. Но, видимо, есть некоторые, я бы сказал, индивидуумы, не понимающие этого. В общем, в первый день старта тестов шестого обновления, кто-то из тестеров слил код доступа закрытого обновления своим, скажем так, друзьям. По итогу, в этот же день, как я слышал, каким-то чудным образом код доступа отправился в руки хакеров, китайцам. Им их продали. Естественно, те, долго не думая, начинают его ломать, чтобы сделать его открытым для всех игроков. На что они надеялись, я до сих пор не понимаю. Кстати, отдельное спасибо за инфу нашему осведомителю на канале Сильвестру Лебовски. Поехали дальше. По итогу, сервер крашнулся на моих глазах 7 раз. После чего Донти просто закрыл тесты. Они продлились очень-очень быстро. На следующий день понеслось обвинение в сторону некоторых тестеров. Это даже коснулось, вы не поверите, человека с моей команды. Но мы-то люди ответственные. В общем, спустя неделю нашли, видимо, нарушителя. Сервер был удачно восстановлен. И сейчас все вроде бы гуд. Главный вопрос. Скажу так, как ответил Панч Пакет. Ждать ли нам до конца года шестое обновление? Ответ... Понятный, но, возможно, нестабильный. Мы планируем. Давайте поверим в эти слова, но уже почти конец месяца. Затягивать уже нельзя. При хорошем раскладе конец этого месяца. При плохом и думать не хочу. Так как разработчики, как обычно, уйдут в новогодний отдых. Неделю или на две. Знаете, хочется сказать уже. Дайте нам его. Пусть с некоторыми незначительными ошибками. Но со всем уже обещанным. А потом, в начале февраля, пустите нам новую карту. Традона Бейпиазавра. Ладно, скрестим пальцы и, как обычно, наберемся терпения. К вашему вниманию спойлер пока еще не готовых полностью игровых моделей динозавров. Тираннозавра Рекса и Галемимуса. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, пришло время концептов. Ругопс. Когда-то разработчики сделали небольшой спойлер к нему. Все-таки он станет частью Эвримы в будущем. Ругопс явно хищник среднего уровня, небольших размеров, меньше, чем тот же Корнотавр. И он будет определенно падальщиком. Итак, во-первых, существо, похожее на пахицефалозавра или дриозавра, с хорошей скоростью передвижения. И Ругопс как будто выпрыгивает из засады и начинает гнаться за ним. Обозначает одно, что выносливость и стамина у него будут на высоте. Ругопсу будет достаточно легко прятаться на острове в каких-нибудь лесистых местностях. Скорее всего, благодаря его небольшому размеру, а также необычному панцирю или коже на спине, которая будет сливаться как-то с окружающей растительностью под свет. Ругопс начал охоту на двух дриозавров. Еще раз доказывает нам то, что придется охотиться на этом падальщике на динозавров небольшого размера. Опять же, сравнение Ругопса перед Корнотавром. Он будет определенно меньше в два раза. Но еще раз показывают, что по скорости и маневренности Корнотавр уступит Ругопсу. Ругопс выплывающий из канализационных проходов человеческих построек. Обратите внимание, какие идут сильные всплески на воде. 100% будет хорошим пловцом по рекам и озерам, но уже карты Гэтуэй. Да, теперь, на секунду представьте, канализационные проходы в человеческие постройки. Система, по которой можно забраться, войти в центры ученых и наемников и там их застать врасплох. Конечно, вот и оно, как говорил. Благодаря небольшому размеру и доступным проходам в человеческие постройки, можно будет попасть внутрь зданий и поесть людей, которые явно будут в нутриентах Ругопса. В общем, дайте мне знать, что вы думаете об этом, на мой взгляд, интересном динозавре. Пришло время второго концепта. Акрокантазавр. Думаю, много рассказывать о нем не стоит. Любимчик многих игроков версии Легаси. Хороший и устрашающий хищник. Но теперь эта машина для убийства станет еще ужаснее, когда он окажется на островах The Isle of Rima. Особая и, на мой взгляд, самая крутая механика, конечно же, с переработанным балансом динозавра, механика удушения. Такие грозные, травоядные и очень сильные, на мой взгляд, Камарозавр и Трицератупс не смогут легко противостоять Акро. Заряженный полной стаминой, обладающий всеми нужными нутриентами, имеющий хорошие бафы и стату, Акрокантазавр вцепится в шею апекс противников и сможет повалить на землю, убивая свою жертву. Мне кажется, это будет имба. Акрокантазавр и Юторапторы в будущем, скорее всего, придется подумать игрокам на Юторапторах, стоит ли прыгать, совершать отчаянный прыжок на жертву, чтобы раздирать его плоть. Обратите внимание на широкую пасть Акрича и поворот головы. Возможно, появится определенная способность повернуть голову максимально в сторону, сорвать жертву со спины и охотник в ту же секунду превратится в жертву. Акрокантазавр, переносящий мертвую тушу Тенонтазавра в челюстях. Определенно, эта часть тела будет самой могучей, и это будет крутая фича данного динозавра. Акрокантазавр на отдыхе. И, как мы видим, искусственный интеллект птеродактилей будет очень проработан. На отдыхе нам придется чистить мощные зубы, самое главное оружие Акра, ведь гниющая плоть, мясо в зубах Акрича будет явно негативно сказываться на здоровье. Не знаю, будем ли мы при этом иметь наносящий урон меньше, либо это чисто для разнообразия геймплея. Ну что же, если вам понравился данный выпуск новостей, обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые выпуски и также стримы и остальные ролики по The Isle, Эврима и Легаси. Всем хорошего выживания, до новых встреч, пока!